Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект хай-тек на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Сегодня летим в космос и переживаем из-за рекламы. YouTube станет удобнее. Хотя начать эту новость стоит с того, что Tinder, это такое приложение для онлайн-знакомств изменил понимание того, как юзер должен взаимодействовать с приложениями. В Тиндере важны жесты свайпы вправо или влево. Почему бы не использовать это, подумали разработчики приложения для YouTube. На днях будет обновление апплета для iOS. Чтобы переходить от одного ролика из списка рекомендованных, можно будет делать свайп вправо или влево. Так удобнее, уверяют представители YouTube Watch. Обновление выйдет пока только для яблочных гаджетов. О том, когда сделают апдейт для андроидов, не сообщается. Общение в сети становится все менее безопасным и менее конфиденциальным. На днях стало известно, что на одном из хакерских форумов была опубликована ссылка на файл, содержащий в себе 87 гигабайт персональных данных. Если точнее, это около 22 миллионов уникальных паролей и более 772 миллионов адресов электронной почты. Файл назывался коллекция номер один. Исследователь проблем кибербезопасности Трой Хант объяснил в своей статье, что кэш электронных писем и паролей был создан из многочисленных утечек данных, тысяч источников, начиная с 2008 года. Он узнал об этом факте после того, как несколько человек написали ему об этом. Исследователь проверил файл и обнаружил, что коллекция номер один содержит его адрес электронной почты и пароль, который он использовал несколько лет назад. Также Хант загрузил файл на свой сайт и предлагает всем проверить, нет ли в сборнике данных от хакеров их персональных данных. А еще Трой Хант советует пользователям щепетильно относиться к выбору менеджера паролей. Неправильная реклама в Facebook заставляет пользователей испытывать дискомфорт. Об этом говорят результаты исследования компании Pure Research, в котором участвовали 963 взрослых пользователя Facebook. Оказалось, 51% не удовлетворен практикой социальной сети сортировки пользователей по категориям в рекламных целях. Как известно, алгоритм таргетинга Facebook сортирует пользователей все 2 миллиарда по группам. Это и разделение по месту проживания, и даже сортировка по хобби или тому, есть ли у человека желание купить автомобиль. В ходе исследования выяснилось, 74% опрошенных понятия не имели, что рекламная машина Facebook когда-либо сортировала их в этих списках. Более того, лишь 59% респондентов считают, что эти списки являются точным представлением их самих, и вот это, возможно, способствовало их общему дискомфорту, поясняют авторы исследования. Вот вывод представителей Pure Research. Если люди были относительно довольны тем, как их охарактеризовали в таких списках, они также были склонны думать, что и таргетинг рекламы в соцсети работает хорошо. Но если они не были довольны тем, как их характеризовали, они ощущали себя менее счастливыми. Выходит, реклама в сети не только продает, она может влиять на наши ощущения. Представители NASA сообщили, что космический телескоп James Webb будет отправлен в космос в 2021 году. Также они рассказали о том, какие сложности могут возникнуть в ходе подготовки телескопа к работе. Космический телескоп James Webb, названный так в честь одного из сотрудников NASA, это партнерство американского, европейского и канадского космических агентств. Зеркала телескопа покрыты золотом для отражения инфракрасного света. В период эксплуатации он будет находиться примерно в полутора миллионах километров от Земли. James Webb позволит астрономам наблюдать самые отдаленные объекты и события в нашей Вселенной. К примеру, процессы образования первых галактик. Старший преподаватель астрономии в университете Сассекса доктор Стивен Уилкинс был выбран в качестве одного из первых экспертов для анализа данных, которые можно получать с помощью телескопа. James Webb разработан специально для изучения инфракрасного излучения. Мы и раньше с ним работали, но Webb позволяет сделать очень много. Мы хотим узнать больше о Вселенной с помощью этого типа излучения. Webb в пять раз больше по площади, чем Хаббл, и он будет работать в гораздо лучшем месте, далеко за пределами орбиты Земли. С помощью нового телескопа можно будет даже определить, возможно ли существование на той или иной планете жизни. Однако запуск этого огромного исследовательского аппарата сопряжен с множеством трудностей. В телескопе большое количество механизмов, например, моторов и тяг, которые будут разворачивать купол из позолоченных в зеркал. И есть риск, что один из механизмов не сработает. Сейчас усилия ученых и инженеров направлены на то, чтобы собрать все механизмы или создать новые такими, чтобы свести возможность поломки к минимуму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова